Добираться в самые удаленные уголки Ненецкого округа и патрулировать особо охраняемые территории региона инспекторы Государственного природного заповедника Ненецкий теперь смогут круглый год. Благодаря двум современным аэролодкам технику-заповеднику предоставил Всемирный фонд дикой природы. Александра Литкова расскажет подробнее. Печка, утепленный тент, защита днища и защита от обледенения. Две аэролодки для заповедника Ненецкий сделаны в специальной всепогодной модификации. Каждая берет на борт по четыре человека. Современную технику заповеднику передал Всемирный фонд дикой природы. Мы работаем в рамках акустического проекта, по которому у нас одна из задач стоит. Это развитие и поддержка сети особо охраняемых природных территорий, в данном случае Ненецкого автономного округа. Поэтому проект направлен на поддержку структур, как дирекция заповедника Ненецкий в их работе. Универсальный транспорт способен работать круглый год, но будет задействован преимущественно межсезонье, когда нельзя использовать другую технику. Зимой инспекторы передвигаются на снегоходах, а летом на простых моторных лодках. Такие погодные условия – это ледообразование осенью идет, когда на лодках уже не поедешь, на снегоходе еще не поедешь. То есть именно для таких сезонов, это как период ледостава и ледохода, у нас эти лодки приобретены. Они вообще являются как всесезонные, то есть их можно эксплуатировать в летний период, в зимний период. Ну и особенно, чем они, так сказать, знаменательны, это в период межсезонья. Техника российского производства и уже прекрасно показала себя в работе, пройдя маршрут в 260 километров. Инспекторы посетили кордон Костяной Нос, осмотрели территорию Короевской губы и вернулись обратно в Нарьенмар. У нас территория заповедника составляет 313 тысяч 400 гектар. Из этой площади порядка 180 тысяч гектар – это водные поверхности. Это и дельтовая часть реки Печоры, это и приморские районы. И в принципе до нашей территории можно добраться только в зимний период на снегоходной, вездеходной технике, в летний период на лодках. Расстояния очень большие, до самой удаленной точки у нас 350 километров, до самой ближней – это 80-90 километров. То есть расстояние значительное, поэтому требуется, в общем-то, серьезная соответствующая техника. На территории заповедника трудятся 10 государственных инспекторов. В свой первый рейс аэрлодки отправятся в начале ноября, когда в заповеднике будет смена сотрудников. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...